Сборные Туниса и ДР Конго, сыграв в ничью, пробились в четвертьфинал Кубка Африки, газета «Ру Спорт». Александр Седов, Борислав Головин очередной игровой день Кубка Африканских наций по футболу сделал счастливыми болельщиков из ДР Конго. Результативная ничья в матче против Туниса вывела сборную одной из беднейших стран мира в четвертьфинал турнира, где она встретится с Конго. В параллельной игре группы «Пи», «Замбия» и «Каба Верди» так и не смогли открыть счет и вместе едут домой. ДР Конго, Тунис, один к одному Тунис находился перед последним матчем в хорошем положении, одержав единственную на четыре предыдущих встречи в квартете в победу и располагаясь на первой строчке. Для прохода в четвертьфинал подопечным Жоржали Кенса достаточно было не уступить в последнем туре. Воды слонам в матчах второго тура группового этапа Кубка Африки состоялись матч в группе «Ти». Как и в первом туре, оба поединка завершились в ничью со счетом один к одному. Главной проблемой Демократической Республики Конго после двух туров была травма безоговорочного лидера команды Юсуфа Мулумбу. Центральный хавбек английского Вест Брамвича дернул заднюю поверхность бедра в самом начале матча второго тура с Каба Верди и ничем не мог помочь своим партнерам в решающей битве группового этапа. Основная нагрузка в качестве лидеров должна была лечь на плечи форвардов конголезцев, дьюмер Симбакани из киевского «Динамо» и Жереми Бакилу из грозненского «Тирека». Однако Бакил остался поначалу в запасе, а Мбакани не мог зацепиться ни за один мяч, совершая потерю за потерей. В поте лица трудился еще один лидер сборной самой бедной страны Миры по исследованию МВФ, голкипер Робер Кидьяба, являющийся самым возрастным участником этого Кубка Африканских Наций. Он спасал красно-голубых в одном эпизоде за другим, потому что атаки Туниса были одна опаснее другой. На 20-м минуте Фержа не сосебил в упор по уже пустым воротам, однако попал в защитника, расположившегося на линии. Впрочем, уже в следующей атаке здорово сыграл Ясин Шикауи, пошедший в дриблинг на троих в штрафной ДР Конга и в падении навесивший на Ахмеда Акаичи, который на грани положения вне игр в падении головой переправил мяч в сетку без шансов для Кидьябы. Через пару минут мощнейшим ударом с лета отличился и сам Шикауи, но он офсайда избежать не сумел, и взятие ворот было справедливо отменено. Единственное, чем отметились конголезцы в первой половине, минус это удар со штрафного Жанака Асусулы, который парировал Аймен Маслуси. Правда, не реализовав еще несколько моментов, тунисцы отошли в оборону, желая сыграть на удержание счета. В первом тайме им это удалось. Ключевой в матче стала замена, которую на исходе часа игры сделал наставник красно-голубых Флоран и Бенжи, бросивший таки в бой Бакилу. Сияние черной звезды в пятницу состоялись матчи группы «Си» на Кубке Африканских наций по футболу. Ганна обыграла Алжир благодаря голу в компенсированное время, а Сенегал ушел. Именно нападающий Терека сумел спасти свою страну от поражения и вылета с турнира, разобравшись после скидки на конец сыгравшего как на Дамбакане. За оставшиеся 24 минуты обе команды действовали с оглядкой на свои ворота, будучи прекрасно осведомленными о ходе параллельной встречи. Североафриканцы удерживали первое место, а конголезцы – путевку в плей-офф, что обеим командам удалось сделать, хотя подопечные Бенжи все же были пару раз близки к тому, чтобы и вовсе вырвать победу. Каба-Верди, Замбия, 0-2 и точая 0 матч не принес счастья ни одной из сторон. Нули на табло вкупе с результативной ничей в поединке Туниса и ДР Конга оставили за бортом плей-офф обе команды. Футболисты после финального свистка не сдерживали слез. А ведь для сборной Каба-Верди все начиналось неплохо. Быстрый гол Туниса в параллельной встрече позволил голубым акулам играть на ничью, но те не запирались в защите, а смело шли вперед. У Замбии нового варианта, кроме как атаковать, просто не было, только победа позволяла обладателям КАН-2012 рассчитывать на выход из группы. Поэтому игра получилась обойдострой, без центра поля, но при этом и без обилия голливых моментов. Замбийцы могли открывать счет уже в начале матча, когда голкипер Жазимар Возинья отбил мяч прямо перед собой, а Иван Скангва бил в пустой створ. Но на пути добивания встали защитники, а судья к тому же заметил у нападающего микроскопический офсайт. Сборная Каба-Верди создала наиболее опасный момент перед самым перерывом, но Тони Варела с нескольких метров пробил чуть выше перекладины после подачи со штрафного Кинг-Конга. В матчах группового этапа Кубка Африки сборная Конга выиграла Огабона, а команды Экваториальной Гвинеи и Боркина Фасора зашлись миром. Во втором тайме умеренный дождь, шедший с первых минут, превратился в настоящий тропический ливень, который быстро привел поле в Абибине в негодность. Игроки в буквальном смысле слова не могли вырвать мяч из хлюпающего газона, а сами едва не тонули в огромных лужах. Кубок африканских наций по футболу превратился в чемпионат континента по футболу болотному. В мутной воде рыбку чуть было не выловили голубые акулы, но вместе с дождем закончился их атакующий порыв. Неприятные новости тем временем пришли из параллельной встречи, где ДР Конга сравняла счет в матче против Туниса, что оставляла за бортом плей-офф Каба-Верди. На тренерской скамейке команды об этом наверняка узнали быстро. Но на беду обеих сторон, коса нашла на камень. Теперь уже обеим командам нужна была победа, но соперники только тянули друг друга на дно. Небольшое преимущество в последние 10 минут имели Каба-Вердицы, но в опасные моменты оно не трансформировалось. А вот Замбия могла сотворить чудо и написать сказку. Уже на второй добавленной минуте Ренфорд Калаба промчался по левому флангу и сделал прострел во вратарскую. Возенья отбил мяч перед собой, но игрок Замбийцев на добивании не попал в дальний угол. Так обе сборные утянули друг друга на дно турнира и теперь вынуждены ехать домой раньше времени. Зато в четвертьфинале мы увидим увлекательнейшие противостояния – Конго против ДР Конго. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола. Читайте также.